Привет всем из Токио! Это видео-гастрономический тур. И в этом выпуске мы с вами посетим два ресторана Тепаняки, которые находятся в Токио. Тепаняки очень популярный стиль приготовления еды в Японии. Повар готовит продукты прямо перед вами на большой сковороде Тепан. Сейчас мы с вами находимся в отеле Royal Park. Располагается он в районе Нихонбаши. Вот фотография ресторана на информационном табло. Находится он на 20 этаже. Тепаяки Сумида называется. Красивые кибаны в холле. И так мы поднимаемся на 20 этаж. Мы забронировали на ужин столик заранее. Летом темнеет поздно, еще пока на улице светло. И так мы с вами самые первые ранние гости на ужин в этом ресторане. Большие длинные столы полукруглой формы, похожие на барные стойки. И металлическая железная часть это все подогревающиеся сковорода, на которые будут готовить еду. Во всех японских ресторанах обязательно в первую очередь приносят салфетку влажную, оси Бори. И в этом ресторане также предлагается надеть вот такой вот фарточек, чтобы ни в коем случае не испортить одежду гостей. Разные виды соусов. И повар уже начал готовить самое первое блюдо. Закуска. Это суши с мраморным мясом. Два вида соуса. Соевый и из пасты мисо. Японская мраморная говядина. Очень мягкая, вкусная. Следующее небольшое блюдо это суп из тыквы. В тапаяке используются самые отборные продукты. Показывают какие овощи, мясо будут сегодня жарить. Этот сорт мраморной говядины из Кагусима. Повар продолжает готовить. И сейчас это морепродукты. Ассорти, креветки, гребешки и кальмар с салатом. Морепродукты здесь не то, что свежие. Они даже немножко шевелятся. Это ракушка Абаби. Сейчас готовят овощи и начали жарить мясо. Только приготовленное блюдо сразу попадает на тарелку. И горячим сразу ставится на стол. Принято обычно сначала жарить морепродукты, рыбу, потом овощи, мясо. И в конце подается уже рис. Еще в тапаяке очень вкусно жарят чеснок. Это чипсы из чеснока. Нарезанные тонкими-тонкими ломтиками. Итак, японская мраморная говядина готова. Есть три степени прожарки. Я обычно беру среднюю, но ближе к хорошо прожаренному. Некоторые любят с кровью. Мясо можно есть любым из понравившихся соусов. Мне нравится вот такое вот сочетание. Немного васаби. Сверху вот такой вот чипс из чеснока. И окунаем все это в соус. Соус на основе соевого. Похож немного на помс. И рядом в тарелочке лежит еще натертый, натертый дайкон. Который тоже принято добавлять. И в конце приносят белый рис, мисо-суп и соленье из овощей, корень губо, дайкон. Это было последнее блюдо тэппаяки. И впереди нас ждет десерт. Пирожное, макароны с зеленым чаем, мороженое. Приятный был ужин. Мне понравилось в этом ресторане. Если вы приезжаете в ТОПе, обязательно загляните в какой-нибудь ресторан Тэппаяки. Сегодня мы с вами отправляемся еще в один ресторан. Он находится в самом центральном районе Гинза. В новом торговом центре Гинза Сыкс. Несколько этажей магазина. Мы поднимаемся наверх, на шестой этаж. Помимо ресторанов, кафе, на этом этаже еще есть книжный магазин. Информационное табло, какие рестораны в этом шоппинг-центре. На тринадцатом этаже, на шестом этаже много ресторанов. И на минус втором. Сегодня мы идем в этот ресторан Тэппаяки 10 Гинза называется. При входе есть вот такой аквариум. Большие здесь лобстеры, креветки. Давайте посмотрим меню при входе. В основном здесь уже готовые сеты. Я уже внутри ресторана. Здесь есть как очень длинная, большая стойка, так же и столики. Давайте посмотрим еще раз меню. Это меню обедов, ланч. А это сеты на ужин. Цены примерно 18 тысяч йен, 8 тысяч йен, 12. Если переводить на доллары, то от 80 до 180 долларов примерно обойдется ужин. Так вот наливают шампанское до самых-самых краев. Длинная стойка и подогревающийся металлический Тэппан, на котором готовят для костей и за стойкой, и за столиками. Необычная маленькая закусочка на вилке. Это фуагра в шоколаде. Далее зеленый салат с крабами, икрой. Интересно сидеть именно за стойкой. Видно, как готовят шеф. Тэппайяки в переводе с японского. Тэппан – это сковородка, яки – это жарить. Здесь также готовят различные морепродукты, деликатесы, мраморное мясо, овощи. У нас заказан специальный, самый дорогой ужин, которого даже нет в меню. Посмотрим, что здесь предлагается. Следующая закуска – это морской еж с рисом, который нужно завернуть в хрустящие нори. Водоросли. Жареные морепродукты. Деликатесы. Японский лобстер подается с солью, перцем и лимоном. Очень вкусный деликатес, съедобные ракушки, называется «Авапия» с грибами, лимоном и салатом. Подается с ярко-красным соусом. Пришло время вкусного фирменного чесночка, мраморного мяса и из овощей обжаривается спаржа свежайшая. В ресторанах Теппаяки используют самые отборные продукты. Самая дорогая говядина в мире японская и самый дорогой сорт говядины, дорогой бренд, называется «Мацузака гью». «Гью» переводится как «мясо говядины». В Японии в магазинах цена колеблется от 20 до 40 долларов за 100 грамм «Мацузака гью». Также очень известные сорта японской мраморной говядины – это «Кобикию», «Миязаки кью», «Омикию», «Йонезава кью». Еще одна горячая закуска. Мраморная говядина средней прожарки, сорт называется «Кобия кью». Подается с васаби, солью, с обжаренными овощами и тайконом. И в самом конце принято обязательно рис. В этом ресторане подают на выбор либо рис, либо вот такое вот блюдо, которое называется «Очацке». Рис с добавками по желанию сверху можно полить зеленым чаем. Также можно заказать жареный рис с чесноком «Гарик Райс». Готовится он на тэпани. Время десерта. В японских ресторанах не приняты большие десерты, торт, легкий пудинг, фрукты, макарон, мороженое. На этом заканчивается ужин. Надеюсь, вам было интересно вместе со мной побывать в японских ресторанах «Тэпаяки». Пишите комментарии под этим видео. Я с вами на этом прощаюсь. Всем до свидания из Токио. Субтитры подогнал «Симон»!